добрый день сейчас мы разберем позицию в которой кое-кто согласился на ничью повторением ходов не смог реализовать преимущество ферзя за ладью и слона вообще формально в данной конвертной позиции белок нету материального преимущества потому что у них ферзя 4 пешки а у черных ладья слон и 6 то есть в принципе силы равны и казалось бы ничья очевидно к тому же ферзь не может ни на кого напасть все объекты для нападения либо защищены либо надежно спрятаны как ладья а один ферзь сам мат поставить королю черному не может но если того есть соответственно форточка казалось бы все располагает к ничьи но нет шахматах побеждает тот кто может создать угрозу двумя тремя или большим количеством если есть хотя бы две фигуры включая пешки которые могут между собой взаимодействовать одна поддерживает другую там или отвлекает защитника пока вторая нападает в общем если есть две фигуры которые способны взаимодействовать есть возможность играть на победу давайте посмотрим кто мог бы сейчас взаимодействовать с белым ферзь конечно же в глаза бросается пешка прямо просится ход f4 ради чего как пешка могла бы cried на действовать все она могла взаимодействовать несколькими естественным первый способ поставить ферзя на f7 или е7 поставить пешку на f6 и просто дать только нагрузке хорошая за нечь хорошая более того его реально существо второй способ взаимодействия поставить пешку наских пятерзян уже 6 согнать короля а потом пойти пешками от 6 и разбить королевскую крепость. Тоже успех тоже приведет к лишним двум пешкам. Давайте посмотрим, что бы получилось. Итак, f4. Как ходить черным? Они ходят d5. Они тоже пытаются хоть как-то наладить взаимодействие своих фигур. Допустим, если там белое дело, какой-то глупый ход, там ферзь е7. Черные могут пойти слон f5, ладья f8 и наладить взаимодействие своих фигур. Нам это не нужно, поэтому мы просто ходим f5. Пользуемся связкой слона. Пользуемся связкой слона, который не может. Который не может побить на f5. Но черные ходят d4. Надеются, что белые не заметят. Гнаться за черной пешкой глупо. Если мы пойдем fd8, там соперник пойдет как-нибудь a6, мы скушаем пешку и скушают нашу пешку. Тогда выскользит ладья и они со слоном построят такую защитную крепость. То есть друг дружку будут защищать. Соответственно, мы идем ферзем на g6. Благо теперь нам пешка помогает. И на ход король h8, ну на ход король g8 тоже ходили f6 и ставили плевку мату. Теперь мы ходим f6. Казалось бы, теперь опять некому взаимодействовать с ферзем. Но, после того, как мы аккуратно, с шахами обязательно, без шахов лучше не кушать. Лучше все кушать с шахами. После того, как мы аккуратно все покушали с шахами, опять смотрим, кто нам может помочь. Нам может помочь другая белая пешка. На h4. Вперед! Теперь, эта пешка хочет попасть на h6. И тогда взаимодействие взаимодействие пешки и ферзя нам смогут помочь поставить мат. Хорошее взаимодействие, хорошее. Цель реальная, достижимая. И, конечно, на помощь нашей такой стратегической идее взаимодействия двух фигур приходит практика. Если попытаются помешать черные, то на вилке теряется слон. Ну а ферзь против ладьи и пешек, это уже все-таки более легкая победа. Да, более легкая победа. Соответственно, если черные продолжают спокойно идти, что мы делаем? Теперь нам не хотелось бы опять терять взаимодействие. Если мы отличаемся и перзем на проедание пешки, мы потратим время и можем не успеть наладить взаимодействие ферзя и пешки. Смотрим. Какая наша фигура не играет? Король. Король в квадрате, в квадрате. Так пускай король и идет в атаку. Да? И на d2, и на d2 король e2. Теперь мы вроде бы подарили сопернику время. Да? На налаживание взаимодействия между ладьей и слоном. Но, к сожалению, для соперника этого времени мало. На ладья f8 опять выигрывает тактика. Ферзь g6 или ферзь g5 с вилкой. Соответственно, придется, пожалуй, пойти слоном на d7. Слоном на d7. Да? Мы не будем гоняться за слоном, нам все эти дельцамовские нападения ни к чему. Мы стремимся поскорее наладить взаимодействие между фигурами. Итак, пешка h5. Еще один ход на h6 и от мата не будет защиты. Ладья f8. Соперек тоже пытается наладить взаимодействие с темпом. Шах обязательно оттеснили короля. пошли сюда. Создали угрозу мата наконец-то. И поставили шах. Поставили шах. Да, ферзь с пешкой мат уже не ставят из-за того, что ладья стоит. Но, но, с помощью шаха на f7 мы выиграем слона. Ну, бить на h6 нельзя, иначе теряет ладья. Мы выигрываем слона, а потом спокойно подводим короля к пешке h6. Ну, и по дороге кушаем ферзь. Оставшиеся пешки. В общем, эта позиция дальше легко выигрывается. Поскольку черные вынуждены сторожить поле g7, мы перекушаем все пешки, можно даже короля отправить на поедание. И как мы перекушаем все пешки, вторую нашу проходную пешку отправим к черные. Черные не смогут и защищаться от превращения ферзи и защищаться от матов г7. Таким образом, белые легко выигрывают эту позицию. г7. 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 Г7.